Азовский спортсмены Это в России самый сильный округ, один из самых сильных округов по всей России, поэтому здесь подготовка юных борцов очень сильная, поэтому на их фоне, конечно, нам надо еще много работать. Вы сами понимаете, это Кавказ, Кавказ приехал сюда, и здесь они, это их национальный вид спорта борьба, они все занимаются там борьбой пацаны. Поэтому, чтобы войти в тройку этих соревнований, ну, нужно быть очень сильным парцом. Вот так я хочу сказать. А как оно получится, вот пока еще бороться. Азовская сборная по легкой атлетике завоевала третье место на областном первенстве. Соревнования завершились в конце минувшей недели. Участвовали спортсмены 97-98 годов рождения. В личном зачете успешно выступили Путий Татьяна, третье место в беге на 60 метров с барьерами, первый разряд, второе место в прыжках в высоту. Маринченко Алексей, второе место в прыжках в высоту. Калганова Галина была третьей в прыжках в высоту. В женской эстафете 4 по 200 метров, азовчанки были третьи. В Азовском шахматном клубе «Ладья» завершился рождественский турнир. О результатах соревнований сообщил руководитель клуба Иван Кисляков. В Азовском шахматном клубе «Ладья» завершился рождественский турнир по шахматам. 3 января играли взрослые. Победил мастер Пушковникова. Второе место поделили Каргин Сергей и Гайнян Роман. Среди детей 5-6 проходил также турнир. В отсутствии лидеров, которые играют во взрослом чемпионате города, среди юношей победил Биби Константин. Второе место занял Осипов Александр. Третье – Каледин Платон. Среди девушек первая – Резниченко Виктория, вторая – Швейксдо Катя и третья – Иванова Дарья. Наши лучшие ученики, там, Иван Занечковский и Калмыщик, и Кавелина играют сейчас в чемпионате города среди мужчин во взрослом. Вот тоже хорошо играют. Они имеют 50% результата. То есть 2 из 4 у Евы и 1,5 из 3 у Ивана. Лидирует чемпионат города среди мужчин Пушков Николай, Барсаков Александр, Ямнов Дмитрий. У них 100% результат. Они идут пока без потерь. Также Иван Кисляков сообщил, что в Азове завершается ежегодный чемпионат города по шахматам. Финальные встречи пройдут в конце этой недели. Соревнования по русскому жиму, организованные представителями федерального проекта «Беги за мной» в Азове при поддержке отдела молодежи и отдела спорта администрации города, прошли в минувшую субботу. Участие приняли 36 спортсменов, из них 7 девушек. Борьба проходила в пяти весовых категориях. Девушки вес штанги 25 кг, юноши до 18 лет 55 кг, мужчины 75, 100 и 120 кг. Среди девушек лучшей стала Ольга Баева. На втором месте Александра Тихонова, третье место у Екатерины Щедриной. Юноши первое место занял Владислав Герасимов, второе место у Андрея Полецкого, третье место занял Александр Бондаренко. И это все новости на сегодня. Следите за пульсом спортивной жизни. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин